Рина, добрый вечер! Мы с вами уже много раз встречались, общались на разные темы. В основном на темы поиска второй половины, на тему шедухов, на тему еврейских браков, еврейской семьи. Так или иначе одна тема все-таки мне не дает покоя. Я думаю, что нашим зрителям, нашим друзьям будет интересно тоже услышать наш разговор, наше рассуждение на эту тему. Касается она следующего. Мы видим все больше и больше людей возвращаются, приходят к соблюдению Торы и заповедей, возвращаются в лоно иудаизма, как это принято говорить. Казалось бы, с таким притоком новых людей, молодых парней и девушек, должны возникать новые молодые еврейские семьи. Но этого не происходит. Ситуация как раз катастрофически в обратную сторону движется. То есть все больше одиноких людей. А те семьи, которые создаются, они буквально через короткий срок распадаются. Эти люди вступают в новые браки, те браки тоже распадаются. И мы просто видим какую-то тенденцию, что та известная еврейская семья, тот еврейский дом, которым всегда так гордился иудаизм. Его уже нет. В чем причина? Я хочу вас спросить, как тренера по личностному росту, как терапевта когнитивно-поведенческой терапии, что вы скажете? Вопрос более чем своевременный. Даже скажем так, что время потеряно. Очень много времени потеряно, потому что эта проблема, она стоит остро уже последние 20-25 лет, когда пошла волна, то, что мы называем приближение к корням. И возник взаимный интерес между молодыми людьми и девушками, которые закатились от еврейский враг. Дать ответ на какие-то частные вопросы мы с тобой в рамках этого разговора никак не сможем. Мы можем пытаться понять некие общие тенденции. Если мы возвращаемся на 150 лет назад, это время, когда наши с тобой прадедушки и прабабушки раздавали семьи. Представьте ситуацию, патриархальная еврейская семья, где девочка, достигшая 12 лет, мальчик, достигший 13-14 лет, они создают брак. Это необходимо понять, что в 12 лет еврейская девочка, она умеет готовить, она печет халы, она умеет ухаживать за детьми, она может принимать роды у своей матери. То есть, 12-летняя девочка сегодня, это ничего общего не имеет с 12-летней девочкой, которая была 150 лет назад. Мальчик, который может бояться темноты, но при всем при этом он будет ходить на работу в наем, лизе помогать отцу своего в частном каком-то предприятии. При этом, в свои 13-14 лет, это абсолютно зрелый человек, который способен брать на себя ответственную семью. И они встречаются на короткое время, это может быть, допустим, 10-15 минут, предположим, потому что всю работу сделали же их родители. То есть, их родители договариваются между собой. Они знают образ жизни, одна семья другой. У них огромная общая база. Общая база – это и морально-нравственные ценности. Это общая культурная и ментальная база. То есть, в принципе, мы можем говорить, что обычаи одного местечка отличаются от другого, но это мелочи по сравнению с тем, что у них некое общее цельное представление о том, чего они хотят от брака. Быть нежанатым – это очень не по-еврейски. У евреев семья – это самоцель. То есть, мы можем говорить о том, что отношение в еврейской традиции к поиску пары было очень серьезным. Есть такое понятие в еврействе – башерт – это сужены. Сказано в нашей традиции, где можно написано, что 40 дней до рождения ребенка выходит бад-коль и говорит бад-плони или плони, то есть дочь как вот такого-то, такому-то. И если еврейская пара приходит к хопе, это означает, что они действительно являются двумя половинками. Мы не будем идеализировать прошлые поколения. Были разные пары, были всегда царливые жены, тяжелые мужья. Все это было. Но при этом, когда у них была высшая цель создания семьи, они находили какие-то способы для того, чтобы с этими государствами справиться. То, что происходит сегодня. Мы с тобой очень много говорили на самом гламурном эудаизме. Молодые ребята и девушки приходят в синагогу. Представляете себе ситуацию, при которой у нее проблемы. У него проблемы. Она чувствует себя потерянной, одинокой. У нее сложные отношения между родителями. Иногда бывают созведенные пары. Он приходит из точно такой же истории. У нее мама еврейка, папа не еврей. У него вообще неизвестно, что происходит. И они приходят в синагогу. В синагоге обычно, за границей особенно, на плакате нарисован какой-нибудь развлочекий Карапуз в кипе, который весело подмигивает и говорит «Ты хочешь быть счастливым? Приходи к нам!» Как помнишь был Гербалайф? Мы ходили с такими же дочками «Ты хочешь похудеть? Спроси меня как?» Та же самая история. Мы знаем ответ. Ты ищешь себя. Приходи к нам. И они дают им ощущение, что эти ребята делают огромное одолжение самим тем, что они начинают соблюдать субботу. Приходят к нам Богу. Они молятся. Они выходят с ощущением обласканности и облизанности. И они настолько увлечены антуражем и внешним каким-то проявлением своей религиозности. У них не хватает времени для того, чтобы действительно стать полноценными верующими, обратив внимание на разницу, верующими людьми. Потому что то, что руководит поступками верующего человека, совершенно не может руководить поступками человека, который делает вид, что он религиозный. Это разные понятия. То есть то, что происходит у такой его девушки, у такой молодой человека, наслышавшись истории о наших праведниках, о великих мудрецах, они выходят на шедух, приходят к тебе, говорят «Мы хотим пожениться». Он без года неделя учится в Вишеве. Она учится в каком-нибудь там, какой-то богоделье. И у нее есть фантазия. В этой фантазии он такой красивый, с геморрой в руках. У него такая борода красивая и очки. Он такой красивый и такой мудрый, такой весь из себя за структуры. А она тоже такая красивая, в платке таком красивом. Еще у них дети маленькие, красивые, с такими фестиками, в жилеточках. Они всегда очень тихо себя ведут, они такие чистенькие. И вот Шухан Шаббат, Субботни Стол, все такие чистые, красивые приходят гости. Пойдет за Мирот Шаббат. Они женятся. У него тоже какое-то кино, какая-то фантазия. Они женятся. И в этот момент, когда они женятся, кино заканчивается. Потому что вдруг выясняется, что молодой человек с геморрой в руках, он сидит в Вишеве. Он не собирается абсолютно заниматься вопросом, что есть покушать сегодня вечером моего жены. Ну потому что у него же главная цель – это изучение ТОР. А она абсолютно к этому не готова. И возникает разрыв между фантазией и реальностью. И с каждым днем негатив возрастает все больше и больше. В конце концов, это заканчивается разводом. Причем интересная история, что люди, которыми я сталкиваюсь, которые приходят ко мне, они до такой степени не представляют себе ни, что такое еврейская семья, ни, что такое соблюдение в реальности. То есть этот гламур, он у них в головах настолько забил все извилины, что они даже не отдают себе отчет в том, что на самом деле не играют. Не идет речь о том, что у них нет ничего настоящего. Есть, они молодцы, они очень хорошие ребята. Очень искренне. Они попали в эту волну, которая называется Керу, которая очень мало что имеет общего с реальным отношением к еврейской жизни. На самом деле, когда мы говорим про иудаизм, это все фигня. Потому что нет такого по-пайти иудаизма. Есть и дешкальт. Есть еврейская жизнь. Когда мы говорим в этом и дешкальте, о еврейской семье, это часть и дешкальта. Еврейская семья, это не просто союз двух евреев. Евреи и еврейки. Это абсолютно другой мир. То есть если мы говорим, что в еврейской семье в общем и целом, это большое обобщение, безусловно. Мы говорим о том, что еврейский брак, в первую очередь, это шотофуд. Это партнерство. И строится партнерство на чем, в первую очередь? Скажи ты. На уважение друг к другу. Не взаимоуважение. То есть без взаимоуважения еврейской семьи быть не может. Это взаимоуважение. Это абсолютное доверие. Это умение слышать и слушать. Это умение говорить. То, что мы с тобой можем видеть в среде болейшего в очень многих случаях. Это когда люди полностью отдают себя антуражу, они одевают на себя все возможные религиозные одежды. Они берут на себя какие-то невероятные устражения, которые ничего общего не имеют к духовному уровню. И при всем при этом не могут тебе позволить, говоря на религиозную тематику, ругаться матом, оскорблять один другого. Так же себя вести с детьми, хамить друг другу, издеваться друг над другом. Все это происходит в рамках еврейской, в кавычках, семьи. Мне к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, можешь ли ты назвать такую семью еврейской? Это то, к чему мы стремимся. То есть вопрос, как мы можем ожидать от такого подхода к семье, то есть, скажем, отсутствия подхода к семье, от гламурного представления этими чистенькими детьми и мужем с бородой, этими фантазиями, когда мы говорим о реальной жизни, когда реально нечего есть, когда реально нечего платить за квартиру, когда дети разные, у ребенка может быть проблема с дислекцией, с СДВГ, с чем угодно. То есть дети, оказывается, живые дети, они не могут идти за столом тихо, спокойно, беленькие, чистенькие, с пейсиками, потому что ты не можешь таких детей воспитать. У тебя нет к этому никаких данных. То есть то, о чем говорю я с теми, кто ко мне приходит, в первую очередь, когда мы говорим о браке, необходимо понять, о чем на самом-то деле я хочу, а хочу ли я этого. Допустим, очень интересная тема, приходит ко мне молодой человек, и он, как кажется, в своем разводе. И он говорит о том, что он женился на девушке, которая его внешне не привлекала, и в какой-то момент, после рождения первого ребенка, она больше не ходила в МИКВУ. То есть он отказался от антивных отношений с ней, потому что она, в принципе, его, как сексуальный партнер, не привлекала. Я его спросила, а почему же ты на ней женился? У него потрясающий ответ. Потому что сексуальность-то не появляется. И вот ты сидишь и думаешь, кому сломать руки и ноги? Тому, кто-то ему это сказал, или ему самому, что он так это понял. Но факт остается фактом. Два одиноких человека и ребенок между ними. Как это сексуально, если это не по-еврейски? То есть мы говорим о том, что в еврействе это огромная тема, то, что касается интимной жизни, в которой укладывается очень много смысла. И по-настоящему боговаязвенный еврей будет серьезно к этой теме относиться. Это не шутки. То есть если человек не ведет себя правильно по-еврейски в интимной жизни, он обязан дать своей жене развод. То есть женщина еврейская не может быть неудовлетворенной. Этого не должно быть. То есть по-настоящему боговаязвенный человек, он ведет себя так, как требует его закон. А закон, он в нашей еврейской жизни, он регламентирует все области человеческой жизни, включая, допустим, интимную сторону. Поэтому представить себе ситуацию, при которой молодой, здоровый мужчина женится на девушке, которая не привлекает его сексуально, скажем так, внешне нет никакой приятности, у нас уже есть лица того, что это будет развод. Фантазии и какие-то извращенные представления о том, кто такое праведность, вызывает то, что мы видим сегодня. Огромное количество разводов. Причем разводы обычно, они возникают через год, через два. Потому что если у наших предков брак был самоцелью, то сегодня брак – это некое средство достижения каких-то ништяков. В качестве примера мы говорили с тобой о людях, которые состоят из калечия. Но ты пойми, это 70 лет Советского Союза, Советской власти. Это война, которая вмешалась. Это совершенно неестественные для мужчин и женщин роли. Женщины после войны брали на себя мужские роли, они становились мужиками. Они воспитывали по теме к мальчикам. Девочки, которые привыкли к насилию, потому что, допустим, в стране исхода насилие – это норма жизни. Ты жила, допустим, там, где ты жила, и ты отлично понимаешь, что пренебрежительное и ненебрежительное отношение мужчин к женщинам на многих местах – это настолько естественно. То есть, когда женщины собираются, они говорят в стиле «а мой-то козел», мужики, обсуждая своих жен, они могут отзываться в той же форме о своих женах. И это для того народа – это норма. Но мы же евреи. И выясняется очень интересная вещь, что в будущем евреями мы вообще не знаем, что такое быть евреями. То есть, номинально мы евреи, а фактически мы нет. То есть, в принципе, мы на самом-то деле даже не можем точно говорить о себе, что мы хозырем бичува. Потому что это для нас, в принципе, в некоторой степени такой же георг, как для всего, кто был не евреем и взял на себя, допустим, соблюдение заповедей. Мы ничего не знаем о еврействе, ничего не знаем о еврейской семье. Все, что у нас есть на данный момент – это фантазии. Какой совет в этой ситуации могу дать? В первую очередь, мне кажется, что то, что я говорю своим, по крайней мере, пациентам, для того, чтобы искать серьезно пару, необходимо пройти некую работу со специалистом. Это может быть либо психолог, либо коучер, либо себе теист, тот человек, который занимается кондиционно-позитической терапией, чтобы выяснить, от чего на самом деле я хочу, кто я. Мои желания и мои ожидания от пары, они соответствуют реальности, они преувеличены, гипертрофированы. Они вообще соответствуют тому, что я из себя представляю. То есть для этого необходимо проделать предварительную работу для того, чтобы выходить на шеду, для того, чтобы озвучить у Шатхана, чего на самом деле я хочу. Поэтому то, что я могу посоветовать всем, без исключения, первый, это обратно или второй, пройти к списку специалистов и проверить, действительно я понимаю то, что мне нужно.